Я думаю, что никто со мной не будет спорить о том, что идеальных родителей в принципе и априори не существует на всей планете Земля. Все, что вы видите в запрещенной социальной сети в Российской Федерации нельзя грамм и на других интернет-ресурсах, как вот такие вот красивые, богатые, сказочные семьи воспитывают своих детей и дают им самое лучшее. Уж поверьте мне, я многих из этих семей знаю лично и косячат они еще больше, чем среднестатистические. Но зато у них такая вот прекрасная и потрясающая картинка в интернете. Все это я говорю к тому, что даже несмотря на то, что в принципе априори невозможно миновать всех косяков, с которыми сталкиваются дети относительно поведения родителей на первом году жизни, нам с вами никогда и ни при каких водных данных нельзя отключать свою голову и переставать контролировать. Поэтому настоятельно рекомендую досмотреть этот видеоролик до конца, потому что сегодня мы с вами разберемся с питьё одними из самых серьезных ошибок, которые допускают родители на первом году жизни своей маленькой ляльки. Итак, поехали. Первая ошибка, которую нам с вами нужно сегодня обсудить, тема такая достаточно хайповая, но вы не подумайте, что я решил хайпануть. По этой теме я сниму отдельный большой видеоролик с полным разбором, что, как, зачем и почему работает. И, конечно же, ошибка эта звучит так. Отказ от вакцинации. Антиваксерская пропаганда с каждым божьим днём набирает всё больше и больше обороты. И количественно, и, что не менее страшно, качественно. То есть у них становится намного больше сообществ, больше чатиков, больше блогеров, экспертов начинают к этому склонять. И на самом деле, вот если говорить про то, что вот раз оно растёт, значит оно популярно, и значит там что-то есть, это полнейшая воды, чушь, брехня, профанация и провокация. И самое страшное, что молодые, новоиспечённые родители, в особенности там первородящие мамы, которые очень сильно переживают и тревожатся за здоровье своей маленькой ляльки, с лёгкостью попадают в эту когнитивную ловушку, им начинает казаться, что вот они что-то вот нашли такое, нащупали, что они могут с помощью этого дать своей маленькой ляльке что-то самое лучшее. Но я ещё раз повторюсь, всё вышеупомянутое это очень страшное заблуждение. Больше всего во всех этих антиваксерских движениях мне нравится вот эта вот структура построения пропаганды, которая очень сильно похожа вообще по своему смыслу на государство, да, что есть вот допустим какое-то государство, и там есть какая-то вот главная партия, допустим как у нас там в Российской Федерации Единая Россия, да. Помимо этого есть там коммунисты, либералы и демократы. Каждый несёт свои смыслы, но суть одна, все мы ходим под этим плато государств. И то же самое происходит в этом антиваксерском движении. У них есть конспирологические теории о том, что вас хотят чипировать. То есть если вы такая тревожная девушка, которая постоянно сидит на засаде и на измене, и вам кажется, что существуют всемирные заговоры, и всё они просто так придумали, у них есть прекрасная и великолепная конспирологическая теория о том, что нам на планете Земля нужен золотой миллиард, а всех остальных нужно убить, уничтожить или сделать инвалидами. Но, к нашему своему большому сожалению, эта гипотеза с треском ломается под натиском самой обычной элементарной статистики, что за последние там несколько десятков сотен лет наше количество вообще в принципе людей на планете Земля постоянно с геометрической прогрессией растёт. И уже сейчас, на сегодняшний день, в 2К24 людей у нас на планете аж целых 8 миллиардов. Другие теории тоже не менее прекрасные, тоже великолепно классные, здорово ломаются о статистику и научные данные. Одна из тоже моих любимых, что в вакцинации содержится там всякие огромное количество солей металлов, там ртуть, мертиолята, алюминий там и т.д. и т.п., что в перспективе на дистанции вызывает инфекционные, аутоиммунные и генетические заболевания. И вообще, в принципе, дети, которых прививали в детстве, в перспективе ничего не добиваются и превращаются в дебилов-идиотов. Да, я понимаю, что под этим видеороликом, скорее всего, нарисуются комментарии из серии того, что я привила своего ребёнка, и у меня там через 2-3 месяца случился у маленькой ляльки аутизм. Но, солнышки мои, пожалуйста, запомните этот тезис. После не означает вследствие. Если что-то случается с вашей маленькой лялькой после вакцинации, то это, вероятнее всего, не последствия вакцинации, а дебют какого-то заболевания. То есть, грубо говоря, вакцинация и заболевание совпали в один момент. Болезнь проявилась бы при любых вводных данных. Прививка была просто таким своеобразным предиктором-провокатором для того, чтобы это случилось быстрее. Ещё один тезис касательно вакцинации, которому я тоже неровно дышу, это то, что прививки разрушают иммунитет маленьких ляльек. И на самом деле это полнейший воды чушь и брехня просто по той простой причине, что иммунитета как такового у маленькой новорождённой ляльки ещё нет. Нет, он как бы есть, клеточки у нас есть, но они ещё очень слабые и не сформированные. И единственный способ прокачать эти клеточки и защитить маленькую ляльку уже в первые дни жизни, сразу же после рождения, это только и всегда вакцинация. Я понимаю, откуда растут все эти ноги, ведь все мы стремимся к природности, естественности и экологичности. Но рыбки мои солнышки, статистика детской смертности там 300-400 лет назад, когда не было вакцинации, когда не было антибиотиков, была просто страшной. Потому что это был самый настоящий естественный отбор, когда выживали только самые сильные индивиды. Природность и экологичность это прекрасный с ног шипательно, но законы природы при всём при этом очень строгие и очень жестокие. И травками, поеданием плаценты, натуропатией, гомеопатией, уринотерапией и капрофилией всё это не лечится. Когда мы с вами разговариваем про иммунитет вашей маленькой ляльки, очень важно помнить, что иммунитет это не только вакцинация, но и наше с вами взаимодействие, и наш с вами быт. И отсюда вытекает вторая, не менее страшная ошибка, с которой сталкивается огромное количество тревожных новоиспечённых родителей. Это вот ультра чистые и стерильные условия. Да, конечно, разумеется, маленькая новорождённая лялька нуждается в чистоте и в комфортном быту. Но, рыбки мои, это не означает, что сразу же после рождения своей маленькой ляльки нужно превращаться в вот эту вот чистоплюйку, которая натирает, намывает хлорка, спирт, там хлоргексидин, всё у неё чисто и стерильно, идеальные условия для роста и развития ребёнка. Пожалуйста, запомните, везде нужен баланс. Я постоянно в своих видеороликах повторял, повторяю и буду повторять первично мамина кукуха. А чтобы мамина кукуха была спокойной, вот буквально каждым видеороликом всё то, что я вам говорю, подкрепляется научными статьями. То есть я это всё беру не от того, что я вот так чувствую, вижу, у меня такие ощущения и опыт. Понятно, что я ещё там молодой дурной парень, да, вот сижу тут такой вещаю на полинтернета. Но при всём при этом я умею читать, изучать научную литературу. У меня есть специально обученные люди, которые для вас всё это дело собирают, чтобы вы могли быть спокойными. Что пыль в квартире и в доме не вредит вашей маленькой ляльке, а при всём при этом делает даже с какой-то стороны лучше. За последние несколько лет вышло не один десяток научных статей, которые подтверждают, что взаимодействие ребёнка с пылью, домашними животными и так далее на первом году жизни снижают существенные риски развития аллергических реакций и развития астм. Пожалуйста, запомните, что вся грязь, вся ваша пыль дома, ну вы только не давайте тут без этих бескрайностей, да, понятно, что там какая-то банальная чистота, влажная уборка, она всегда-всегда имеет место быть и она нужна. Но при всём при этом вся эта грязь, вся эта пыль, это тренировка для вашей маленькой ляльки. Если вы привили вашу маленькую ляльку, вы защитили её от особо опасных инфекций, дальше её иммунитет начинает тренироваться о вашу домашнюю микрофлору. А то, что вы там где-то с подоконника не стёрли, да, у вас там осталась лялька этим, нанюхалась, проконтактировала, и у неё иммунитет идентифицировал эти клеточки, научился с ними работать, нейтрализовывать и взаимодействовать. Плюсом самое прекрасное во всей вашей домашней микрофлоре, то вот почему сейчас женщины ходят в роддом именно в своей одежде, ну, в большинстве роддомов сейчас это всё удовольствие практикуется, что женщина рожает в своей какой-то ночнушке и плюсом она несёт всю одежду для маленькой новорождённой ляльки из дома. Всё это придумано именно и непосредственно для того, чтобы лялька сталкивалась со знакомой микрофлорой, с которой она уже виделась. Сначала она с ней встречалась во внутриутробном мире, пока сидела в животике, а потом начала посредством грудного вскармливания, то есть все ваши каки и бяки, с которыми вы живёте дома и в которой вы принесли вашу маленькую ляльку, лялька уже с ними знакома. Мало того, она усиливает свой иммунитет к всем этим какам, бякам посредством вашего грудного вскармливания через, соответственно, иммуноглобулины. Пожалуйста, помните, что уборка и вакцинация это не панацеи, которые защищают. У некоторых вот именно на фоне этого срывает, да, что я вроде как всё, блин, убираю, прибираю, вакцины все поставил, а ребёнок всё равно болеет. Мы болеем все и мы будем болеть. Это обязательный эволюционный механизм для того, чтобы иммунитет становился сильнее. Потому что чем с большим количеством микрофлоры взаимодействует ваша маленькая лялька, тем больше в её организме будет специфических антител, которые в любой непонятной ситуации, как только что-то в большом титре будет проникать в организм ребёнка, быстро и чётко будет нейтрализовать этих агентов. Ну и раз уж мы с вами краем коснулись темы кормёжек, я не могу это не вынести в отдельный пункт касательно ошибок, которые совершают родители. Потому что в глобальной сети интернет существует просто огромное количество этих видеороликов на тему, как правильно кормить ребёнка там по требованию или по расписанию. И вроде как, с одной стороны, по рекомендациям семейной организации здравоохранения, кормить ребёнка нужно исключительно по требованию. В противовес этому я постоянно вижу истории ситуации, как девушка все 9 месяцев беременности готовится к грудному вскармливанию, изучает техники, позы, изучает информацию о том, что делать в какой-либо непонятной ситуации. И при всём при этом она не ознакомилась, и ей никто не рассказал про признаки голода, которые подают маленькие ляльки уже в первые дни жизни. Мама этих признаков голода не видит, лялька начинает кричать и истерить, а накормить такую маленькую ляльку становится очень сложно, ресурсоёмкой, энергозатратной. И даже если всё это дело получается, то в перспективе мы получаем огромное количество неприятных нюансов со животиком, с рыгиванием, колики, газики и т.д. и т.п. Потому что орущая лялька всегда и всегда захватывая грудь, захватит ещё небольшое количество воздуха. С кормёжками по расписанию тоже не очень приятная такая достаточно специфическая история. Ведь если мы вот вроде как кормим ребёнка в одни и те же промежутки времени, то он у нас в любом случае и при любых водных данных будет не голодным. Но не тут-то было. Вот вы только вот представьте маленькую новорождённую ляльку, у которой ещё не сформированные мозги. Она может выражать свои эмоции только и исключительно криком. Всё, что она ест, это либо грудь и либо смесь. И вот каково может быть вот этому вот маленькому ребёночку, который захотел покушать, а мама такая смотрит на часы. Ага, до трёхчасового промежутка ещё у нас с тобой осталось 35 минут. Вот полежи-ка, потерпи, а потом ты получишь свою титьку. Чтобы всех этих неприятных нюансов миновать, я обычно даю довольно такую простую рекомендацию на основании вообще в принципе опыта мамы. Вот то, что я сейчас скажу, это вот класс D доказательности, это вот моё личное мнение на основании того, что я видел и с кем я взаимодействовал. То есть, если это второродящая или третья родящая мать или девушка, в чьей семье было там огромное количество детей, да, там 4, 5, 6, и она их всех выращивала и видела, как мама занимается с грудью и видела, какие признаки и сигналы подаёт ребёнок, когда он просит кушать, в такой ситуации, да, окей, кормите свою маленькую ляльку по требованиям, ориентируйтесь на эти сигналы и полностью отдавайтесь процессу. Но если вы сталкиваетесь с ситуацией, что в вашей семье вот не было детей, да, вы были одна единственная девочка, и вы первый раз видите маленькую новорождённую ляльку, то в этих ситуациях я бы вам порекомендовал кормёжки по расписанию и плюсам по требованию. Вот на мой взгляд, это самый оптимальный и функциональный вариант, когда вы точно знаете, что ваша маленькая лялька будет не голодной, и плюс внимательно обращайте внимание за признаками, которые подают дети. Посмотрите, у меня на ютуб канале много видеороликов есть на этот счёт. И благодаря этому всему вы учитесь взаимодействовать с вашей маленькой лялькой. Кормёжки по требованию это реально прекрасно, потому что грудь это не только корм, то, что мы с вами очень много разговариваем про всю эту лирическую прекрасную великолепную перинатальную психологию. Кормёжки по требованию это ещё про единение, про ласку, про поцелуи и даже про чувство безопасности и формирования здоровой привязанности между мамой, папой и маленькой лялькой. И ещё раз, всё это не я придумывал, это данные Всемирной Организации Здравоохранения. Следующая ошибка, которую очень часто допускают молодые новоиспечённые родители, это либо недооценка температуры у маленькой ляльки, либо наоборот её переоценка. Перебздеть и недобздеть это достаточно такая очень тонкая материя, которую и в ту, и в другую сторону очень легко нарушить. И родители чаще всего делятся на два кластера. Одни становятся такими тотальными, пофигистыми и реально очень часто пропускают красные флаги, а другие сразу же при любых вводных данных вызывают там врача-педиатра, скорую помощь и всех возможных специалистов по любому и первому чиху. Зафиксируйте себе, пожалуйста, маленький чек-лист, который сейчас сбоку от меня опять появится. Вот буквально три пункта, при которых нужно вызывать скорую помощь своей маленькой ляльке или врача-участкового педиатра на дом, кто быстрее добежит. Именно и непосредственно в контексте температуры. По поводу других состояний у меня тоже очень много видеороликов на YouTube-канале, в обязательном порядке посмотрите. Пункт первый. Если у нашей своей маленькой ляльки от нуля до трехмесячного возраста температура поднимается выше 38 градусов. Пункт второй. Если у нашей своей маленькой ляльки больше трех месяцев, то есть в диапазоне с трех до шести месяцев, мы вызываем врача-участкового педиатра или скорую помощь, если у нашей маленькой ляльки температура поднимается выше 39 градусов. Также существует еще определенный ряд признаков, когда нужно вызывать скорую. У меня, кстати говоря, есть видеоролик, но там я не говорил про сыпь. То есть если у нас появляется сыпь, которая при надавливании вот таким вот прозрачным стаканом вот как-нибудь вот так вот не пропадает, то в этих ситуациях мы всегда и всегда вызываем тоже скорую медицинскую помощь. Ну, наконец, последняя ошибка, которую нам с вами нужно обсудить в этом видеоролике, и я больше чем уверен, что огромное количество мам просто напишут мне в комментариях, что мы в тебе разочаровались и мы от тебя такого не ждали, но рыбки мои, солнышки, то, что я вам честно проговорю, это сугубо ваше индивидуальное мнение. То, что я вам говорю, это не моя позиция, что я вот так считаю, вижу и чувствую, как мамки из эксперта, как вот в интернете они там вот эту вот перинатальную психологию рассказывают, как вот должна любить мать ребенка, я вам сейчас озвучиваю все исключительно исходя из статистики и цифр. Вы, мои маленькие рыбки, часть этой статистики. Не я здесь сижу, я не мамка, а вы, мои маленькие рыбки, часть этой статистики, и вам выбирать, в какую сторону вы пойдете, в более опасную часть или, соответственно, в менее опасную часть. И что уж там томить, барабанная дробь, сейчас пойдет разговор про совместный сон. Казалось бы, с одной стороны, достаточно приятное удовольствие, да, что вы со своей маленькой лялькой в теплоте, в темноте лежите, обнимаете ее, его чувствуете, и все у вас под контролем, и мало того, посреди ночи это удобно и функционально, да, что маленькая лялька такая проснулась, ты детьку достала, в рот засунула, и все, вуаля, дальше спать. Всем прекрасно, здорово и комфортно. И параллельно этому огромное количество некомпетентных экспертов в интернете рассказывают о том, что, ну ты же мать, совместный сон, это прекрасно, ты спишь чутко, и ты никогда и ни при каких водных данных не сможешь задавить свою маленькую ляльку. Еще раз, я не подвергаюсь сейчас сомнению ваше материнское чутье и ощущение, рыбки мои. Мы сейчас с вами разговариваем про статистику и непосредственно про статистику. Данные Всемирной Организации Здравоохранения говорят о том, что риск детской смертности при совместном сне в диапазоне с нуля до 4-месячного возраста выше в 5-10 раз. И особенно это опасно, если маленькая лялька родилась либо недоношенной, либо с задержкой внутриутробного развития. То есть лялька, которая непропорциональна своим ростом и своим показателям относительно своего гестационного возраста. Не менее интересно, что риск детской смерти в первые месяцы жизни повышается аж 67 раз, если маленькая лялька спит на каком-нибудь там мягком диване, кресле или подушке вместе с вами. То есть даже если материнское чутье сделать свое дело, и вы не придавите своего ребенка, спя с ним вместе и рядышком, это может случиться в связи с тем, что лялька может повернуться и задохнуться, а подушку просто не наволочку. Исходя из этого, самый лучший, оптимальный, функциональный и, мало того, самый безопасный вариант, класть свою маленькую ляльку рядышком с собой в кроватке. Да, сейчас на рынке существуют такие кроватки, которые там стенка вот так вот откидывается, да, и кровать как бы дополняет родительскую. И вроде как, то есть получается намного безопаснее, что ребенок лежит на отдельной поверхности, ну и там 4 кувырка он ночью со 100% вероятностью не совершит, и при всем при этом ребенок рядом. То есть в любой непонятной ситуации, если лялька проснулась, мы ручки протянули, ее оттуда взяли, покормили, успокоили и положили обратно. Так все будет намного безопаснее. Опять же, все это лишь цифры и статистика. Я еще раз говорю, это не какая-то вот моя позиция, мироощущение. Я это никому не советую, там ничего и на самом деле не рекомендую. Вот хозяин-барин, как видишь, так и делай. Моя задача показать тебе статистику и дать понять, что вот есть белая, есть черная. Куда тебе идти, исключительно твой выбор. То есть исходя из выжесказанного, статистический риск синдрома внезапной детской смертности снижается аж на целых 50%, если вы покупаете кроватку и спите отдельно от своей маленькой ляльки. В любом случае, всегда и всегда это исключительно ваша позиция. И понятно, что я к вам в кровать не полезу, но как врач я обязан и для меня жизненно важный must-have вам эту информацию донести. На сегодня у меня все. Если хотите посмотреть что-нибудь еще из моих прекрасных и великолепных видеороликов, то сейчас у вас на экране появилось еще два моих видео. Пожалуйста, не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Ссылочку я всегда оставляю в описании и плюсом оставляю в закрепленном комментарии. Там выходят статьи и картинки, которых нет и никогда не будет на ютубе. Всем пока!